Здравствуйте, с вами Мария Харитонова, и сегодня я расскажу вам об одной из самых известных в мире картин «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли, написанной им около 1485 года. Боттичелли, гений раннего возрождения, создал прекрасные, полные нежности и очарования образ Афродиты, богини любви и красоты, рожденной с пены морской. Однако, любопытно то, откуда, собственно, эта пена появилась. Согласно древнегреческому мифу, бог неба Уран был оскоплен собственным сыном Кроном, и вот, как повествует Атом Гесиот, член отца детородный, отсеченный острым железом, по морю долгое время носился, и белая пена взбилась вокруг от нетленного члена, и девушка в пене в той зародилась. Сюжет кровожадный и жутковатый, напоминающий о том, что насилие и страдания, как ни печально, в той или иной степени оттеняют прелести любви. Однако, эта сторона мифа вряд ли интересовала Боттичелли в то время, когда он работал над своей картиной. Считается, что вдохновением для художника могли послужить строки из поэмы Анжело Полициано «Станцы на турнир», где поэт лишь касается неприглядной предыстории. В большей степени его интересует облик неотразимой дивной Афродиты, и то, как радостно встречает земной и небесный мир новорожденную богиню. Надо сказать, что Полициано было одним из виднейших гуманистов Италии, старшим современником Боттичелли. Оба поэты-художник принадлежали близкому кругу легендарного Лоренцо Великолепного Медичи, правителя Флоренции, коллекционера, мецената, покровителя Флорентийской Платоновской Академии, тогдашней цитадель гуманистической культуры. А непосредственный заказ на картину сделал Боттичелли родственник Лоренцо Пьер Франческо Медичи, также утонченный, образованнейший эстет. Вероятно, полотно Боттичелли висело над камином в одной из комнат виллы Костелло, принадлежавшей Пьер Франческо. И это было буквально в смысле слова «полотно». Рождение Венеры – единственная картина Боттичелли, написанная им на холсте, в то время как все остальные, по обычаи того времени, он писал на деревянных панелях. По-видимому, заказчик желал, чтобы картина напоминала шпалеру, такой декоративно-настенный ковер, которые в 15 веке были чрезвычайно популярны. Картина Боттичелли была не только великолепным украшением виллы, но и изысканным средством развлечь искушенных гостей. В эпоху раннего возрождения, да и позднее одним из излюбленных досугов флорентийской элиты было соревнование в красноречии и остроуме на предмете вот таких изображений, чаще всего связанных с какими-либо мифологическими сюжетами. Тема любви была в этом отношении самой благодатной, поскольку оставляла широкий простор для подобных состязаний. Можно было порассуждать о превратностях любви, о могучей власти Венеры, которой никто не в силах противостоять, о доблестях влюбленных, о разного рода любовных пикантностях и прочем, щегольнув при этом блеском и находчивостью собственного ума. Но давайте теперь перейдем к самим персонажам картины. Слева мы видим летящую любовную парочку. Это бог западного ветра Зефир, предвестник весны. Поры, когда природа обновляется, расцветает, а вслед за ней и все наши чувства. Зефир увлек с собой возлюбленную нимфу Хлориду, которую впоследствии сделал богиней цветов Флорой. Кстати, эту же парочку Боттичелли помещает и в свою другую знаменитую картину весну, показывая Хлориду дважды в образе бегущей от Зефира нимфы и усыпанной цветами богини. Влюбленные в божество юные, очаровательные беззаботные, выпуская из уст потоки ветра, Зефир задорно гонит к берегам Кипра раковину с Венеры, осыпаемую нежнейшими розами, символами Афродиты. А нимфа-прислужница справа, тоже будто парящая в воздухе, так легко наступает по земле, уже готова накинуть драгоценный покров на белоснежные плечи Афродиты. Вся природа, весь мир ликует, в восторге встречая прекрасную богиню, и даже волны своим рисунком в виде латинской буквы ВИ, будто бы бесконечно и радостно повторяют имя владычицы любви и красоты. Что касается самой Венеры, то для изображения фигуры Боттичелли использовал античную иконографию Венеры Студливой. Как мы помним, обращение к образцам искусства, литературы Древней Греции и Рима было одной из ключевых особенностей эпохи Возрождения. И примечательно то, что созданная Боттичелли Венера стала первым со времен античности изображением обнаженной богини. Замечу, что картина Боттичелли, возможно, еще при жизни художника, была обрезана по вертикали и слева. Такая варварская операция была сделана вероятной тем, чтобы создать впечатление больше глубины. Иллюзия, уходя в глубь пространства, была в 15 веке своего рода фетишем, связанным с открытием прямой перспективы. В итоге Венера оказалась в центре композиции, величественно стоя прямо перед зрителем, в то время как в исходном варианте фигура Венеры была смещена вправо. В связи с этим создалось впечатление плавного скольжения по морской глади по мере приближения к берегу Кипра. Таким образом, Боттичелли написал скорее не рождение Венеры, а момент ее прибытия на остров Кипр. Помимо античного флюида, который вливает картину Боттичелли, под этим я подразумеваю обращение к античному мифу и иконографии, в ней ясно читаются и христианские мотивы, что вполне предсказуемо при введении к гармоничному сосуществованию идеалов античной христианской культуры входило в своего рода программу возрождения. Вот, к примеру, раковина. С одной стороны, она является атрибутом древнегреческого мифа, а с другой является символом христианства. Морские раковины прикрепляли к своей одежде христианские паломники. И Девы Марии – раковины, родившей драгоценную жемчужину Христа. Художники и иконописцы нередко показывали Мадонну, сидящую на троне, завершением в виде морской раковины, или же на фоне ниши, имеющей такое же завершение. По-гречески, верхняя часть полукруглой алтарной стены в храме так и называется – конха, то есть раковина. И если античная афродита обычно привлекает своей чувственностью, манящей телесностью, то Мадонна – образ прежде всего духовной красоты, целомудрость, смирение, образ, который неедко связан с хруплостью, уязвимостью, в Боттичелевской Венере есть и то, и другое. Но кроме этих двух идеалов – Афродиты и Мадонны – Боттичелев вплавляет еще один, а именно современный ему идеал красавицы Флорентийки. При всем том, что в фигуре Венеры угадывается классический канон, все же нельзя сказать, что художник беспрекословно ему следует. Отнюдь. Взгляните, например, на ее длинные, слегка массивные руки, на не слишком изящные, припухлые стоплы с довольно длинными, крупными пальцами. Натурное наблюдение Боттичелев здесь налицо. К слову, такие же изящные ножки мы можем заметить у Флоры в картине «Весна» или «Примавера». Таким образом, художник соединяет три мотива в единое гармоничное целое. И действительно, можно лишь поражаться тому, как Боттичелев удается примерять такие контрастные идеалы, снимать противоречия, убеждать возможности, совершенной гармонии противоположностей и просто гармонии разного. И как поэтично он это делает. Посмотрите, как поют в его тонко вьющейся мелодичной линии, сколько трепетов невесомой бережной поступью его персонажей, как живо колеблется легким движением каждый изгиб фигуры, каждый жест, поворот головы. А сколько света в его картинах! Кажется, он пронизывает каждую частицу написанного художником мира, делая его удивительно одухотворенным, проникнутым насквозь чарующей красотой, искрящейся в тонко золоченых штрихах и контурах. И глядя на нежное, подернутое меланхолично дымко лицо Венеры, мы чувствуем, насколько хрупка на самом деле эта красота.